...производя для всего, мне кажется, что восстановление греческой экономики, о котором говорит много правительств, а по множеству, может быть в связи с тем, что делать в греческой экономике. Она исключилась в связи с проводой турецких потоков России через Черное море и Турция, в греческой границы. Но последнее, тем, что делать в статке геногаз-газ-газ-газ-газ. Матер-генция может предложить российским компаниям участие стендеров по разъезке геногаза на сути геногаз-газ-газ. В Прусселе в сближении филоскласс... ...производя для всего, чтобы каким-то образом найти деньги на МТТ, очередной в Турции. Возможно, Россию могут интересовать некие газораспределительные мощности в Греции. Возможно, Россию могут интересовать некие мощности, связанные с греческим туристическим бизнесом. Здесь уже были попытки. Эти сделки были блокированы. Я не думаю, что в данной ситуации, когда отношения между Россией и ЕС испортились еще сильнее, Брюссель даст добро на подобные сделки. Цифра съедет в Москву в значительной мере для того, чтобы продемонстрировать свою независимость в плане ресурсов. В этом смысле, конечно, это политический театр. Но любой политический театр, он имеет некую реальную составляющую. Я не уверен, что Грецию отпустят на такой длинный поводок из Брюсселя, на который более или менее отпускают Кипр. Влияние наше в Греции ниже, а роль Греции в ЕС выше. Следовательно, тут может быть немножко другой расклад. Россия реализует свою давнюю стратегию действовать на двустороннем уровне в обход общеевропейского уровня. Случай с Грецией будет показателен, насколько удастся России реализовать эту стратегию. Скорее всего, нет. Посмотрим. Ранее на греческие стратегические активы претендовали Газпром и РЖД, но сделки заключить не удалось, в частности, из-за сопротивления со стороны Брюсселя. Греция также ведет активные переговоры с Роспотребнадзором. Афина уже пригласили на греческие объекты Пищепрома, которые начнут проверки через две недели. А, тем и прочим, в последнее время, может быть огромная система развития туризма, поскольку объем российских туристов в Греции за год сократился на 14%. С одной стороны, эта отрасль является одной из ключевых. На Сахалине и Приморье траул по погибшим морякам, затонувшего траулера Дальний Восток. Сегодня тела погибших доставили на остров. Дальний Восток Кроме того, у них не было страховок. Ранее с ней писали, что на борту судна находились 56 пассажиров. Однако, потом про них говорилось, что это технологи-консультанты. По основной версии, причинами крушения стали потери устойчивости судна при размещении выловленной рыбы. Всего же следствие рассматривает более 10 вероятных сценариев. В Рио главы Сахалина Олег Кожемяка заявил, что в катастрофе привела целая череда ошибок. Где-то были перегрузки, где-то экипаж не обеспечен. Сахалина Олег Кожемяка заявил, что в катастрофе привела целая череда ошибок. А не остался у всех, а он сказал, что Холлик не спасал, когда кровавый штук. Когда судна стала раздавать крен, народ уже поначал сам спасаться. Их кастом лежали не там, где надо. Пришлось их долго искать. Впрочем, такой вариант сказал, что спасательных средств по грабле было достаточно. Вот что рассказал Бейнонс. Субтитры создавал Бейнонс. Потому что после этого надо было в течение трех дней примерно защищать танки, промывать их от заботной воды.